Акимбо69. Именно под таким псевдонимом сейчас известен Максим Битаров. Этот парень сейчас прошелся по всему спортивному ютубу, от проверок на силу Кирилла Сарычева и Виктора Блуда до спаррингов на канале Асхаба Тамаева. А каждый спортивный блогер то и дело пытается выяснить химикон или натурал. Что же это за уникум такое? Почему его называют мальчиком, который выжил? И почему под каждым сюжетом об армспорте я вижу комментарии «Сделай, пожалуйста, выпуск об Акимбо69». Короче говоря, слишком много вопросов и слишком мало ответов. Что ж, я решил написать Максиму лично, дабы выяснить всю информацию от него самого. Так что, друзья, по традиции присаживаемся поудобнее, колотим любимый напиток и давайте во всем этом разбираться. Начнем, конечно же, со спортивных достижений Максима. И хоть он участвовал в проекте по единоборствам, к которому мы еще вернемся, профильный спорт этого парня все же армрестлинг. Своим 18 лет он уже мастер спорта, а в своем телеграм-канале совсем недавно на вопрос подписчика, сколько у него медалей, ответил, что в общей сложности около 80. Причем, по словам спортсмена, когда он пришел в армрестлинг, то подтягиваться не умел вообще, а отжимался раз 10. То есть база была, мягко говоря, так себе. При этом Максим в шутку сам себя сравнивает с Ким Чен Ыном, мол, глава Северной Кореи и он в детстве это практически одно лицо. По этой же самой причине парня называют мальчиком, который выжил. Ну, то есть сравнивают с Дэниелом Рэдклиффом, то есть с Гарри Поттером. Сам же Акимба не обижается на такое сравнение, считает сам себя таким неким корейским Гарри Поттером. И, в принципе, сделал это своей фишкой. Так что обижаться вроде бы как не на что, тем более вот эта специфическая внешность по факту и сделала его таким популярным, отчасти. Однако это сейчас все довольно весело и воспринимается шутливо. В детстве же парня довольно часто дразнили и избивали. По его словам, драться приходилось чуть ли не каждый день, а со школы домой было лишь два пути. Один короткий, но с гарантией того, что попадешь в драку, а второй на 40 минут длиннее, но без приключений. Причем издевались не только подростки, но и взрослые. Это удивляло парня еще больше. Ну вот, казалось бы, пройди ты мимо. Но нет же, каждый считал своим долгом, ну хоть как-то подковырнуть или унизить. При этом, всем еще постоянно были операции на глаза, чтобы не потерять зрение. До 14 лет Максим перенес около 8 операций, и по его словам, должна быть еще одна коррекция в 21 год. В общем, все это продолжалось до 9 класса, пока парень не начал выносить всех и вся в армспорте. И не превратился в того человека, которому додалбываться хочется в разы меньше. Но и этого было мало. Все-таки мы живем в эру медиа, и нужно было как-то развиваться дальше. Инстаграм? Не вариант. Без денег и связей набирать подписчиков трудно. В Ютуб залететь с ноги тоже не самое простое. А вот ТикТок – это как раз неплохая платформа для старта. Назваться своим именем и фамилией было банально, поэтому Максим решил взять прозвище. Посмотрев провальный фильм под названием «Пушки Акимба», где в главной роли играл тот самый Дэниел Рэдклифф из «Гарри Поттера», Максим, недолго думая, решил взять себе прозвище Акимба. Ну и цифры добавил тоже по принципу некой аутентичной фишки, где 69, как интерпретировал сам парень, для детей это инь-янь, а для взрослых, ну, я думаю, вы понимаете сами. Сейчас у Акимба, к слову, почти 8 миллионов подписчиков в этой соцсети. А вот о том, как произошел всплеск популярности, предлагаю вам послушать его самого. Отвечал на комментарии, там за неделю было 400 подписчиков, я уже себя такой, нифига себе, красавчик, 400 людей, меня смотрят, целых 400 людей, такой, буду для них стараться. Потом две недели без активности было, я уже хотел бросить, не сильно расстраивался, потому что не сильно хотел популярности, просто попробовать. И потом на пофиг, пофигизме, с другом снимаю видео борьбы. Снимаю это за 30 секунд, выкладываю и говорю, если за час не залетит, то я просто удалю тикток, смысла нет снимать уже. И мы идем, и мне звонит друг, который снимал, тупиться, зайди в тикток. Я захожу, и там за 16 минут было уже пару сотен тысяч просмотров. Я такой, нифига себе, через 8 часов там миллион, потом 2 миллиона, 3 миллиона. Я такой, нифига себе, это у меня самое первое залетевшее видео было. Я там боролся с другом-хоккеистом, видео набрало, не помню. Я это видео перезаливал раз в 30, каждый раз это видео залетало, я такой, ну, золотая жила. Хорошо, с тиктоком и популярностью все понятно, ну, единоборство-то зачем? Ну, вроде бы же и так, каждое видео хайпует, все замечательно. Конечно, правды ради, поп ММА сейчас хайпует просто невероятно. Всякие хазбики, абдурозики, руки-базуки, да кого там только нет. Но вот Акимба признался, что для него это был некий спортивный интерес. Ну, нельзя парня в этом винить, тем более, что он уже пробовал себя в единоборствах в детстве. Правда, это ему не особо тогда зашло, решил, видимо, попробовать еще раз. Максим боролся с неким Данилой Степановым. Конечно же, как вы понимаете, не обошлось и без трештока, который, ввиду спокойного характера Максима, ему очень не нравится. Но, как говорится, раз уж ввязался в драку, дерись по правилам. А правила таковы, что борьба языками гораздо больше цепляет зрителей, нежели сам бой. По итогу Акимба проиграл, но, правда, ради, еще до начала боя не тяжел себя иллюзиями на победу. Все-таки нельзя сравнивать разные виды спорта. И вот так с ноги залетать из одного в другой, демонстрируя хорошие результаты. Степанов боец, Акимба армрестлер. Поэтому все происходящее было не более чем театральной постановкой. Которая поначалу нравилась самому Максу, а вот под конец ему хотелось как можно быстрее все это закончить. То же самое происходило и в бою с Томаевым. Ну, понятное дело, что ставить армрестлера с бойцом, да еще и таких габаритов, более чем странно. Мы уже видели бой Александра Емельяненко и Кокляева. Добром это не закончилось. Благо, хотя бы этот бой не был в полную силу и обошлось без серьезных травм. Те же самые съемки со Степановым или Томаевым. Там слишком много наигранного просили. И там есть наигранное. В чем мне понравилось сниматься у того же Блуда, Старычева, Столярова, потому что ты к ним пришел. Они тебе прямо напрямую говорят, будь самим собой. Просто делаем интересный контент. Публика смотрит тебя таким, какой ты есть. Я такой, блин, какие вы крутые. Просто никаких эмоциональных не нужно играть, ничего такого. Просто рассказываешь свою жизнь, тренируешься как хочешь и ведешь себя как хочешь. Все. Не вы*****, что-то из себя не вытворяешь. Просто какой-то в жизни покойный видео. Вот с ними хорошо работать и сниматься сразу приятно. Окей, раз уж мы заговорили о съемках с более профильными блогерами, давайте я вам вкратце напомню, какие результаты показал Акимба, а также с кем из блогеров было сложнее всего бороться на руках. И так, для тех, кто не смотрел выпуски на каналах Блуда и Сарычева, напомню, что Акимба продемонстрировал у них следующие силовые. Жим лежа 105 килограмм. Хотя, по словам самого Макса, рекорд у него 115. Также 80 килограмм поднял на бицепс. Сжал 82 килограмма на динамометре. Для тех, кто не разбирается, что это такое, то это специальное устройство для измерения силы сжатия. И 82 килограмма это довольно хороший результат. Также сломал гвоздь за 4 минуты 28 секунд и выполнил 40 подтягиваний. Хотя вот тут, конечно, техника была читерская. Но, тем не менее, сила армрестлера все же проверяется не в поднятии железа и не в количестве подтягиваний. Она проверяется за столом. И вот тут-то Акимба показал свой действительно высокий уровень. Он отдает, отдает. Акимба ответил, что с Сарычевым. Но оно и не мудрено все-таки. 150 килограмм, некогда оллтайм чемпион по жиму лежа. Но Виктор Блуд, по словам Максима, очень серьезный соперник. У которого просто железные пальцы и хват. Максим признался, что во время схватки задумывался о том, что ему, как армрестлеру, точно нужно работать над пальцами. Чтобы они были на уровне с ним. Поскольку в этом виде спорта мощный хват дает очень большое преимущество над оппонентом. К слову, Акимба тренируется в среднем 5 дней в неделю, от 2 до 8 часов. При этом в обязательном порядке делает кардио. Об этом я расскажу чуть позже. В целом распорядок спортсмена выглядит следующим образом. Утром бег и мини-тренировка на турниках, либо с резинками. Затем идет отдых и вторая тренировка, уже специализированная по армрестлингу, от 2 до 4 часов. Затем снова кардио в виде бега, отдых и еще одна тренировка на турниках, либо с резиной. И даже после всего этого, Максим может прийти домой и еще часик позаниматься. Короче, спорт 24 на 7. Но с учетом нынешней популярности и стойким решением связать свою жизнь со спортом, это правильный подход. Все-таки, если вы хотите сделать спорт своей работой, относиться к нему нужно тоже как к работе. А учитывая, что средний рабочий график длится около 8 часов, такому графику парня я не особо удивился. А вот что меня действительно удивило, так это питание парня. Ну знаете, при весе 74 килограмма люди обычно употребляют до 3000 калорий в сутки. Максим же, по его словам, ест в среднем от 4 до 5000, а максимум от 5 до 7. Но опять же, для тех, кто сейчас начнет писать о том, что, мол, это невозможно, 7000 калорий Максим ест только в крайних случаях, когда усиленно набирает вес. При этом питается сбалансированно, без всяких вкусняшек и сладкого. Ну и опять же, возвращаясь к тренировочному процессу, кардио нужно как раз для того, чтобы при таком рационе не заплывать жиром и держать себя в форме. Хотя, как тут можно не верить, когда Максим пришел на проверку к Кириллу Сарычеву и умял 7 бургеров на 4200 килокалорий за один только присест. Что ж, вот такой у нас сегодня необычный персонаж. Спасибо всем, кто проявляет активность в комментариях и пишет потенциально интересных героев для следующих выпусков. Как видите, мы не остаемся в стороне и стараемся делать именно тот контент, который вам интересен. Все ссылки на соцсети Акимбо вы найдете в описании. Ну а те, кто хочет тренироваться вместе с нами, как говорится, вэлком в нашу школу воркаута, которую прошли уже более тысячи учеников и, судя по нашему гугл опросу, 95% из них остались крайне довольны этим проектом. Главным тренером выступает Тарас Тычинский, и вы только посмотрите на результат его подопечного всего за 3 недели тренировок. Впрочем, зайдите и убедитесь сами. А если в течение первой недели вам что-либо не понравится, мы без всяких проблем вернем вам деньги. Так что вы абсолютно ничем не рискуете. А ссылка на проект и подробное видео о его работе будут также в описании и закрепленном комментарии. Ну а с вами, как всегда, был Федор Чепкий. Впереди еще очень много годного контента, поэтому подписывайтесь и увидимся уже совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!